Арбельгора в Нижний Галиле возле Твери с крутыми скалами. Прекрасные виды. Ага Хитина. Гора Херман, Голландские высоты. Здесь расположены пещера-крепость и развалины древние синагоги. Гора Арбель нависает прямо над Галилейским морем севернее города Твери. Она расположена напротив горы Ниты, их скалы были образованы геологическим разломом. В результате которого появилась и Орданская рифтовая долина. Вершина горы находится на высоте 181 метр над уровнем моря, 380 метров над окрестностями, и доминирует. Над окружающей территорией, большая часть которой находится ниже уровня моря. На горе и ее склонах разместились 4 деревни. Кфарзитим, Арбель. Кфархитим и Мицпади со смотровой площадки на вершине горы видна почти все Галилея. В том числе Цфат и Твери, голландские высоты и большая часть Галилейского моря. Из скал горы бьет источник Арбель. У подножия горы Арбель находится Вадихамом. Что в переводе с арабского означает, ручей голубей. Множество голубей укрывается в пещерах среди скал. Город в скалах Арбель – это древнее поселение. Относящиеся к началу римского правления и периоду Мишны и Талмуда. Здесь сохранились многочисленные археологические памятники. В том числе развалины городского поселения и остатки древней синагоги. На склонах горы много пещер и самая большая из них обнесена крепостной стеной. Сохранившиеся дома в скалах, 17-х, были построены друзами. Иосиф Флавий пишет о римском завоевании этих мест, где укрывались последние хасмани. Римляне долго не могли с ними справиться. Пока не спустили с горы на тросах большие деревянные клетти с воинами. Которые и уничтожили повстанцев. Синагога на горе находится развалена древнего еврейского поселения с синагогой 4-й. Со скамьями, колоннами и саркофагами Див-Виф. В городе Арбель было развито текстильное производство. Жители были обеспеченными и пожертвовали средства на строительство синагоги. Синагога в Арбель впервые была описана в 1852 году в 1866 граммов. Представителями британского фонда исследования Израиля были проведены исследования. В 1906 году были произведены раскопки Див-198078-8К. Были проведены работы по консервации и восстановлению синагоги. Природный заповедник Татрайон был объявлен природным заповедником, 1967 граммов. И национальным парком Ди-площадь заповедника 140 гектаров. Национальный парк, 850 гектаров, включает в себя большую часть ручья, Нахаль, Арбель. Который начинается возле деревни Эйлабуна и впадает в Галилейское море рядом с поселком Мигдал. На южной стороне скалы происходит постепенное длительное восхождение через сельскохозяйственные и пастбищные земли. А с другой стороны, есть очень крутые падения 400 метров. Вниз с горы Вадихамом мимо арабской деревни и пещеры с крепостной стеной ведут два пешеходных. Маршрута, один простой, а другой посложнее. Со спуском со скалы по вделанным металлическим ступеням Ди-гора Арбель. С ее 110 метров перепадом высот. Является единственной известной горой в Израиле для бризджампинга. Маршрут восхождения на вершину горы Арбель с юга включен в национальный израильский путь. А подход с запада является частью пути Иисуса. Развитие в 2008 года было объявлено, что на горе Арбель будет построен курорт для гольфа. Разработанный известным архитектором гольф-клубов Робертом Тренд-Джанс-младшим. Стоимость юст 150 миллионов, на земле, принадлежащей к Фархитим. Курорт создаст 300 тысяч 400 рабочих мест Ди-могилы здесь, по преданию. Находится могила третьего сына Адама и Евы Сифа, Шета. Кроме этого в старинных источниках сказано, что в Арбеле находятся могилы основателей колен израилевых сыновей праунца Якова. Рувена, Шмона, Леви и его дочери Дины. Арбель – место мистическое и сакральное поповсюда, ценители природы. Любители истории и этнографии. Путешественники и туристы никогда не смогут забыть этого красивейшего уголка Израиля. Арбель – это местность в Галилее, неподалеку от Твери. Место мистическое и сакральное. Природная красота долины Арбель прекрасно сочетается с богатейшей историей этого края. Гора Арбель возвышается на 380 метров над озером Кенерид и на 180 метров над уровнем моря. Из скал горы бьет источник Арбельди. Подножие горы Арбель находится в Адихамом. Что в переводе означает «ручей голубей». Множество голубей укрываются среди скал. В пещерах Ди спускаясь с горы по красивейшему пешеходному маршруту. Мы попадаем в развалины крепости, вырубленные в отвесной скале, там. В пещерах нашли свое укрытие вооруженные повстанцы. Восставшие против Ирода Великого в 1939 года до н.э. Римляне долго не могли с ними справиться. Пока не спустили с горы на тросах большие деревянные клетки с воинами. И, только тогда, уничтожили повстанцев. В последующие века там прятались жители Галилеи. По традиции в пещерах горы Арбель спрятаны сокровища Креза Ди судя по древним источникам. Многие считали, что именно в этом районе произойдет первое явление Машаха, Мессии. Арбель – это также древнее поселение. Существовавшее здесь с начала римского правления, с 1963 года до н.э. И в период Мишны и Талмуда, 2-й и 4-й в.н.э. Здесь сохранились многочисленные археологические памятники, в том числе остатки древней. Синагоги и развалины городского поселения. Источники сообщают, что после разрушения второго храма, 1970 года н.э. Семья первосвященника Ишуя обосновалась в этом месте. Древний поэт описывает их горькую участь, упоминая при этом, что кроме тяжелых душевных переживаний, они испытывали крайнюю нужду. Они не носили дорогих одежд, как это было принято ранее, в период их жизни в Иерусалиме. Только вера спасала их в критический период. Синагога в Арбеле, относящаясь к византийскому периоду, впервые описана в 1852 году. Через 14 лет представителями Британского фонда исследования Израиля были проведены исследования, после которых был опубликован ее план. Еще через 40 лет здесь были произведены раскопки. В 1987-1988 года начались работы по консервации и восстановлению синагоги. В ходе этих работ здание было очищено и законсервировано, и были очищены прилегающие к нему комнаты, двор и территории вокруг. В ВИФ. В Арбеле было развито текстильное производство. Жители города. Тогда достаточно обеспеченные, жертвовали деньги на постройку синагог. Этот факт подтверждают благодарственные надписи за пожертвование денег, на арамейском языке, найденные на раскопках древней синагоги в Хамат-Гедёре. В средние века Арбель был разрушен и осквернен арабами. Арбель интересен своими многочисленными святыми могилами. Здесь по преданию находится могила третьего сына Адама и Евы Сифа, Шета. Бён Адам Аришин, дословно первый сын Адама. Он является зачинателем рода человеческого. Кроме этого в старинных источниках сказано, что в Арбеле находятся могилы основателей колен израилевых сыновей праотца Якова Рувена. Шмона, леви и его дочери Дина Диев 1891 года рассказывается о том, что ещё 10 лет назад некоторые выходцы из России и Польши купили здесь много пахотных земель. Где и выращивали пшеницу, где и сега дни сега дня на этой территории расположен национальный парк. В современном поселении до сих пор изготавливают потрясающее оливковое масло по старинной технологии. Для любителей уединения маленькие частные гостиницы Ди поблизости находятся. Мигдаль, библейская Магдалла, родина Марии Магдалины, могила Итра, тести Моисея. Того самого, Корнехитим, место, где произошла битва с Солодяном. Положившая конец Иерусалимскому королевству крестоносцев Дианны Несневич. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...